Расширить Богданку Расширить Богданку Расштабы Расштабы По его словам, дорога от Родины до Ситимола на автобусе теперь занимает 24 минуты. Мы два дня назад проводили эксперимент, и автобус и автомобиль приехали одновременно. Мое мнение, как пассажира автобуса, который проверил это, и как человека, который водит и личный транспорт, улицей стало пользоваться удобнее. Просто вопрос дело привычки. Мэр Белгорода Юрий Голдун отметил, к весне этого года на счерс отрегулируют работу светофоров и сделают велодорожки. А для автомобилистов в дополнение к основной магистрали появятся новые пути. Железнодорожный переезд между улицами Горького и Красноармейской. Полосы для поворота на улицу Буденного и улицу Губкина. Двухуровневая развязка над железнодорожным переездом на Кошарах. Я сторонник, и еще раз подтверждаю вам всем, что другого пути развития города не будет. Я ли буду, другой ли человек будет. Это единственный путь развития города по магистралям, где ездит общественный транспорт. Где ездит общественный транспорт. Только такой путь решения для города – это его будущее, это его жизнь. Кроме того, Юрий Голдун отметил, по всем волнующим вопросам белгородцы могут обращаться к нему ВКонтакте и предлагать свои идеи, касающиеся улучшения магистрали. Подводя итог встречи, Вячеслав Гладков обратился к горожанам с инициативой делать все дальнейшие шаги сообща. Все, что мы должны делаем в столице Белгородского области, что мы делаем в районах, что мы делаем в городах и селах, мы должны согласовывать с людьми на уровне подготовки технического задания. Если есть инициативная группа, которая вот сейчас здесь собралась, готова сейчас уже вас записать для того, чтобы принять участие в обсуждении тех проектов, которые будем носить. Отметим, это уже не первая встреча представителей разработчиков проекта «Капремонта», администрации города, областного правительства и экспертного сообщества с горожанами по вопросу главной городской магистрали. Итог встречи – все вопросы, касающиеся жизни города и горожан, обсуждать и решать вместе. Элла Машир, Андрей Андрейко, Белгород Медиа. В Белгородской области более 25 тысяч заболевших коронавирусом, почти полторы тысячи из них дети. Звучит обилие цифр с уточнениями, сколько на ИВЛ лечится амбулаторно, на самоизоляции вылечились, умерли. Встреча с журналистами за круглым столом вроде бы уже стала традиционной, отчетно-информационной, коронавирусной. Но в этот раз тема более серьезна. Разработана схема по вакцинации населения области. Количество записывающихся на прививку от ковида с каждым днем становится все больше. Записавшихся на вакцинацию путем электронных ресурсов 7867. Подано заявок от работодателей 9, но на большие коллективы, где количество сотрудников превышает уже более 200 человек. За последние сутки записалось 382 человек. Сейчас главное создать так называемую вакционную инфраструктуру, научиться делить потоки прививающихся и рационально подходить к столь важному делу согласно новым требованиям. Врач теперь должен осматривать пациентов дважды, обязательно до и через 30 минут после инъекции. Из резервного фонда областной казны выделено 10,5 миллионов рублей на приобретение холодильного оборудования. Вакцину необходимо хранить четко при минус 18. Температурных перепадов быть не должно, чтобы препарат оставался эффективным. В Белгороде необходимо доукомплектовать два отделения городской поликлиники. Возможность использовать холодильные мощности станции приливания крови не исключена. Еще один важный вопрос, который сейчас решают в срочном порядке. Сотни медсестер проходят курсы повышения квалификации, чтобы иметь возможность работать в прививочных кабинетах. Просчитав наш объем предстоящей вакцинации, мы пришли к таким расчетным цифрам, что у нас должно быть 59 площадок вакцинации, 57 выездных бригад. Это нам позволит произвести вакцинацию 750 тысячам жителей нашей области. Это практически половина всего населения региона. Четкого графика поступления вакцины от федерального центра еще нет. Но нужно быть готовыми в любую минуту принять столь важный ценный груз. Ближайшая ожидаемая партия почти 20 тысяч доз. Ксения Глотова, Николай Русанов, Белгород Медиа. Каникулы продолжаются. Более 350 детей отправились на зимний отдых в санатории Ставрополья. Это в первую очередь школьники, переболевшие ковид-19. Дмитрий один из них. Для него это первая поездка на горячие источники. Конечно, одному страшно ехать, тем более в первый раз. Но я очень рад, что мне государство предоставило, во-первых, возможность такую, чтобы поехать. А во-вторых, то, что я с друзьями могу поехать и отдохнуть нормально. Какая организация? Хорошо, организовали быстро все. Правда, вот три дня дали на подготовку справок. Пришлось немножко подопрячься. Но в основном очень организованно сразу нам позвонили. И с Роспотребнадзора сказали, предупредили. И наш старший Александр Николаевич быстренько все направлял, куда что надо. Организовать бесплатный зимний отдых белгородским школьникам было решено во время визита делегаций Ставропольского края в регион. Ребята смогут отдохнуть в лучших здравницах кавказских минеральных вод. В санатории имени Крупской, имени Сеченова и в санатории Дубовая роща. Эти санатории имеют очень хорошую базу. Созданы все условия. Трудятся здесь высококвалифицированные специалисты. И лечение детей будет сочетаться с культурной программой. У нас отработаны абсолютно все процедуры, как организовать обучение детей, как скорректировать для этих детей образовательные программы, расписание. Все это продумано. Ребят ждут горячие минеральные источники, диагностика с последующим лечением и удивительная природа. Всего отдохнут в санаториях Ставрополья около тысячи детей. Все те, кто переболел коронавирусной инфекцией. Элла Машир, Александр Поддубный, Белгород Медиа. Привокзальную площадь Белгорода реконструируют по принципу безбарьерной среды. Такая проблема была озвучена в ходе прямой линии с временно исполняющим обязанности губернатора региона Вячеславом Гладковым. Администрация города подготовила концепцию будущих преобразований. На территории железнодорожного вокзала планируется трансформация транспортно-пересадочного узла, создание привлекательного и комфортного общественного пространства в районе памятника генералу Апанасенко, устройство удобных и непрерывных тротуарных сетей. В Управлении архитектуры и градостроительства Белгорода напомнили, что сейчас от вокзала, чтобы попасть на улицу вокзальную, нужно выходить на проезжую часть, где-то искать обходы, идти между стоянок, через автомобили, по проезжей части, по которой едут автобусы и машины. В ходе реконструкции планируется создать прямые, комфортные и удобные пешеходные подходы. В местах пересечения с проезжей частью, в местах перепада высотности сделают пандусы на всю ширину пешеходной зоны. Для посадки и высадки пассажиров организуют подъезды для такси и личного транспорта. Для общественного создадут четыре остановочные платформы, которые будут расположены параллельно ЖД вокзалу. Работы планируется завершить в 2022 году. В Белгороде открылся третий по счету офис МФЦ. Отделение начало свою работу по адресу. Город Белгород, промышленный проезд, 9 в здании МРЭО ГИБДД. Список услуг стандартный. Единственное отличие, что мы планируем благодаря той площадке, которая есть рядом с мотором, в ближайшее время обеспечить в том числе услугу регистрации транспортных средств. Что, надеемся, станет для жителей города, эта услуга станет еще более доступной и простой. В Белгородской области всего 24 отделения МФЦ. Обратиться туда может любой житель региона. Но в связи с распространением коронавирусной инфекции нужна предварительная запись. В Белгородской области за время новогодних и рождественских праздников произошло 33 пожара. Основные причины возгорания – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей. Если говорить о статистике в областном центре, то за это же время было зарегистрировано 8 пожаров. Обошлось без жертв. Об этом начальник главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов рассказал журналистам на выездной пресс-конференции. Один человек погиб и шесть получили телесные повреждения. Таковы итоги прошедших выходных в регионе. Вечером 16 января Рено Логан на улице Совхозной в Валуйках сбил 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Она получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте ДТП. Вечером того же дня в Равинском районе водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с тягачом в скане. За рулем грузовика был 35-летний мужчина. Травмы получили пассажиры автобуса. Традиционный рождественский клуб города Пакарата в Белгороде собрал более 170 спортсменов из различных клубов и секций не только областного центра. На соревнования приехали юноши и девушки из Прохоровки, Тамаровки, Строителя и даже Воронежа. Такого крупного турнира в Белгороде не было давно. В дисциплине Кумите в разных возрастных и весовых группах ребята боролись за 24 комплекта наград. Десятилетний белгородец Андрей Первушин – один из тех, кто стал обладателем Кубка. От победы я получил очень много разных и хороших эмоций, приятных. Когда ты много трудишься, ты хочешь результата. В условиях ограничений, связанных с коронавирусом, соревнования стали проводить реже, а не необходимы, отметил президент Федерации карате Белгорода Николай Дубина. Турниры мотивируют спортсменов. На результат у ребят появляются цели, желание добиться новых высот и успехов. И это несмотря на то, что в этом виде спорта прежде всего философия. Карате – это прежде всего победа не над соперником, а победа над собой. Ежедневная, рутинная работа, занятия, тренировки, повседневные дела – это все как бы работа над собой и заставляет ребят соблюдать режим, тренироваться. Рождественский кубок Белгорода по карате – это еще и дополнительная возможность для тренерского состава сборной региона увидеть наиболее перспективные кадры.